На сцене Благовещенского ДК четыре кандидата на пост губернатора Алтайского края. Председатель комитета КЗС по аграрной политике и природопользованию Сергей Серов, председатель комитета КЗС по социальной политике Татьяна Ильиченко, уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе Павел Нестеров и в Рио губернатора Алтайского края Виктор Томенко. Каждый из претендентов представил программу развития региона на ближайшие годы. Их оценило больше 300 человек. Депутаты-единороссы, представители муниципальных органов власти и руководители районных СМИ. Слушатели активно задавали вопросы. Какие новые меры поддержки предпринимательства? Возможно, программы, возможно, у нас на территории края. Информационная поддержка, да, безусловно. Банковская поддержка, потому что сегодня нужно стартовый капитал для развития. Есть идея, даже не хватает определенного стартового капитала. Каким вы видите сельское хозяйство через 5 лет? Какие изменения должны произойти? В каждом селе должен работать либо коллективное предприятие, которое у нас сегодня работает, либо это сельскохозяйственный кооператив, либо даже фермера, которые должны, мелкие у нас 2500 фермеров, должны все-таки сегодня условия их заставлять объединяться. Обязательно нужны профессиональные кадры. Вот на этом я бы хотела остановить свое внимание, чтобы у нас промышленники в тесном и товаропроизводители в тесном контакте работали с нашими профессиональными организациями, чтобы на выходе мы уже получали востребованного рабочего. Программу представила временно исполняющая обязанности губернатора Алтайского края Виктор Томенко. Еще до праймерис он пообщался с местными жителями и на основе их обращений сформировал свой план развития. По мнению Виктора Томенко, ставку прежде всего нужно делать на экономику региона. А для этого надо развивать сельское хозяйство, малый и средний бизнес. Эти сферы, как локомотивы экономики, и позволят поднять зарплаты жителям края, а сам регион будет процветать. Достигнуть этого, по словам Томенко, можно только путем тесного взаимодействия власти с народом. Я, в свою очередь, ставлю задачу правительства региона наладить. Он есть, но надо его совершенствовать, надо его развивать. Прямое общение властей всех уровней, и краевых, и муниципальных, с жителями края. Ситуации, когда власть не интересуется мнением людей, для меня лично неприемлемы. Виктор Томенко пообещал, что такие программы, как 80 на 80, 85 на 85, по которым строят социально значимые объекты, будут продолжены. Кстати, в ходе форума в Рио губернатора задали вопросы о капитальном ремонте убитых дорог, коих в крае немало. Здесь есть перспектива некоторые наши объекты передавать все-таки на федеральный уровень, высвобождать немного денег, для того, чтобы направить их на остальную сеть автомобильных дорог, В Рио губернатора уверен, направить больше средств на ремонт дорог позволит передача 400 километров трассы от Барнаула до Казахстанского Павлодара с краевой в федеральную собственность. Работа по переводу статуса уже ведется, отметил Виктор Томенко. Напомним, в Благовещенке прошла первая встреча кандидатов на пост губернатора края от «Единой России». Всего их будет четыре, впереди форум в Рубцовске, Бийске и Барнауле. А 28 июня состоится итоговая краевая конференция партии, на которой выберут одного из четырех претендентов. Именно он и пойдет на выборы губернатора 9 сентября этого года, как кандидат от «Единой России». Валентина Аскерова, Николай Шилко. Наши новости.